Всем доброе время, мои дорогие друзья! Мы сегодня с вами будем разговаривать на тему такую очень психологическую, которая на самом деле очень многим людям портит жизнь и портит зрелость, скажем так. По-научному она называется парентификация, по законам бытия она называется закон иерархии, а мы с вами назовем это видео так, когда дети становятся родителями, ну не своим детям, а своим родителям. Давайте я для начала расскажу типичные картинки, чтобы вы могли в этом узнать себя, свои друзей, товарищей и прочих знакомых, а потом я расскажу как это работает с глубиной психологии и тоже расскажу, что с этим делать. Самая типичная история, это тогда, когда и мальчики, и девочки, ну мужчины и женщины в равной степени абсолютно приходят на консультацию и это как бы не является их основным запросом. То есть запрос звучит совершенно по-иному, но потом в ходе разных бесед и знакомств более глубоком мы начинаем понимать, что вот он на лицо эффект парентификации. Ну например, это проявляется тогда, когда девочки или мальчики там говорят, ну я, вот и девочки и мальчики, вы для меня понимаете, да, что это вполне себе совершенно летние люди, то есть это не подростки. Подросток и детишек, я так и называю. Так вот, мужчина или женщина сообщают о том, что он или она является прям друзьями с папой или с мамой. Чаще всего это, конечно, у девчонок, да, когда там приходит женщина и говорит, мы с мамой такие подружки, мы с мамой такие подружки, мы вообще можем о всем поговорить. Вообще друзьями с детьми быть нельзя. Оставьте эту прерогативу детям, находить друзей вне вас. Вы должны быть родителями. Это, в общем-то, говорят умные психологи про то, что друзья – это всё-таки некая категория непостоянная, а вот родители – это, в общем-то, постоянные, да, то есть вы мамой будете всегда. То есть раз едетесь, вы рассоритесь или нет, вы мамой и папой будете всегда. А вот друзья могут, в общем-то, как-то меняться за всю жизнь, да. Их может быть мало, много, они могут быть лучше, не лучше и так далее. Ну, в общем, это тема отдельного совершенно видео. Сегодня история вот про что. Значит, вот она говорит, что она с мамой подружка. А начинается всё примерно так. Когда женщина рожает ребёнка, может быть, она недостаточно созрела, да, то есть может быть, она недостаточно созрела и в ментальном плане, но так случилось, что вот у неё появляется ребёнок. Дальше депрессии, сложности, трудности, не дай бог оставляет муж её, да, там или какая-то не очень красивая история в браке получается. Очень много чего может быть. И вот эта молодая мама с маленьким ребёнком на руках, она сама нуждается, в общем-то, в том, чтобы ей кто-то поработал мамой, да, то есть чтобы её кто-то пожалел, приголубил, проласкал, объяснил, как жить. И может быть, она вообще не собиралась становиться мамой, может быть, у неё не включатся в теоретские инстинкты, много чего ещё. И получается, что вот эта молодая мама сама впадает вот в эту историю того, что она становится ребёнком. И получается, ребёнок растит ребёнка. А потом на каком-то этапе, это обычно происходит близко к подростковому возрасту, напоминаю, что на сегодняшний день наука делит подростковый возраст, на раннеподростковый и познеподростковый. Ранний из-за того, что вот у нас детки очень рано сейчас созревают, начинается с 8 лет, с 8 до 11, до 13 лет он длится. Так вот, где-нибудь уже в предпубертате или в пубертате случается такая история, что опять же у родителя, неважно какого пола, случается некий стресс. И вот он приходит и начинает делиться с ребёнком всем тем, что у него там произошло. Прям горю, я негоду, я выказываю массу эмоций. И ребёнок вот этот вот сидит, съёживается над тем, что ему на плечи сейчас вот просто накладывают и накладывают, весь всё тяжелеет, какие-то жизненные проблемы. То есть там что-то на работе пошло не так, что-то кто-то предал. Или там у мамы там не сложились отношения её там, не знаю, с её там воздыхателем, то есть не папой, а каким-нибудь уже другим учеником что-то не складывается. И вот ребёнок нагружается, нагружается вот эти свои маленькие подростковые детские плечики, подставляя по то, чтобы сконтренировать эмоции, проблемы и стресс родителя. И вот именно в этот момент ребёнок начинает становиться родителем своему родителю. И дальше отсюда начинаются все вытекающие. Я описываю классические ситуации, но вы можете понять, что в вашей жизни наверняка были такие истории, когда мама обращалась за советом. По совсем не детским делам, скажем так, да, а как мне поступить? Вот там что там, переезды, города, замужество, незамужество, работа, карьера, скандалы какие-нибудь, или ссоры с партнёрами, как денег заработать? Денег нет, вот это ещё есть тема, по поводу того, что денег нет, надо вот чего-нибудь там экономить, поясочки потушь затягивать, это всё было в нашем постсоветском раннем пространстве в нашей жизни. И дальше получается, что вот этот ребёнок, он может уже попрощаться со своим детством, актуально и прям фактически, потому что с этого момента он начинает решать родительские проблемы, даже в психологическом понимании. То есть я не говорю о том, что у восьмилетний ребёнок идёт там юридически законно решать проблемы, родитель. Нет, ребёнок начинает контейнировать в себя, то есть он поглощает в себя вот эти взрослые перипетии жизни. Всё, он уже не ребёнок. Он уже не имеет права в этот момент соскочить, пойти поиграть, проявить свою детскую непосредственность. Нет, он должен сидеть и вот это вот вынимать. А потом, да, потом, когда ребёнок подрастает, детишки, девчонки, мальчишки уходят на работу, начинают зарабатывать свои денежки. И начинается история про то, что родители видят, о, ну всё, мой ребёнок там уже состоялся. И всё. И вот здесь вот начинается совсем другая история. Ребёнок начинает решать за маму, да, там что, начиная от того, что мы пойдём покупать, да, в элементарном каком-то совершенно бытовом ключе, когда мама не может принять решение, пойти ли к маме, к доктору или не пойти, начинаются поиски, куда отправиться в отпуск. Всё мы делаем за маму, потом маму покупаем какую-нибудь путёвку, отправляем маму в этот отпуск, и в лучшем случае иногда ещё едем с мамой сами, да, и вот наша жизнь где-то на стопе, а мы вот начинаем, значит, всячески развеивать своих родителей. Развлекать, развеивать и решать их не детские проблемы. И получается вот как раз та самая замена, да, то есть получается, что родитель в эмоциях, это очень часто, это очень часто. Самая-самая частая история, это, конечно, эмоциональная сфера. Когда мама там в плохом настроении, когда у мамы там вот эти вот начинаются манипуляции, манипулятивные истории, типа вот я сейчас умру, если ты там, то всё, у меня там давление скачет, я там, не знаю, вот ты меня так подводишь, и вот эти все манипулятивные истории. И что здесь остаётся делать ребёнку? Включать взрослого, начинать маме или папе объяснять, что всё не так, всё на самом деле работает совершенно по-другому, и вот эти эмоции сейчас ни к чему, вот эти вот истории про мама, сходи там к психологу, или мама, давай я тебе дам какие-нибудь умные книжки почитать. Это вообще притча в языцах, вот эта вот история, когда уже даже с серьёзными родительскими там запросами на сепарацию обращаются люди, и ты понимаешь, что человек бьётся тщетно лбом просто о бетонную стену, таская родителей по каким-то психологам, или подсовывая им эти книги по психологии, когда вообще не заходят. Ну то есть, ну ты попробуй раз, не зашло, ну окей два, ну ладно, три, не зашло, зачем ты это делаешь? Да, то есть зачем ты пытаешься изменить своих родителей? В общем, на психологическом уровне это работает так, да, то есть когда-то мама или папа не справились с собственными эмоциями, по идее, да, вот вся жизнь, нормированная жизнь, нормальная жизнь, она начинается тогда, когда мама до определённого возраста контейнирует эмоции ребёнка, когда мама, вбирая в себя там истерику ребёнка, плач ребёнка, радость ребёнка, она ему это дело отзеркаливает, возвращает и так знакомит его с жизнью. Для ребёнка тогда становится понятным, как коммуницируют люди, то есть он понимает, что, чтобы я не почувствовал, мама может это выдержать, и так он чувствует, что он есть. А тут всё, тут нельзя быть, тут надо вот контейнировать маму или папу. Потом начинаются ещё истории поглубже, когда, если не дай бог, то мама с папой развелись, вот эта вот история с партнёрами, это вообще за грани добра и зла. Родители не должны разговаривать со своими детьми, о партнёрах своих детей, ну то есть там, чтобы пришла девочка, дочка рассказывает, как у неё там произошло что-то интимное с мужчиной, этого нельзя допускать, ровно так же не должны родители допускать эту историю. Родитель, да, должен проговорить с ребёнком там меры безопасности, что это вообще бывает, но с точки зрения педагогической, то есть с точки зрения образовательной, обсуждать и делиться, как там в интиме что-то было, этого не должно быть. Дочка с мамой или там сын с папой не должны этого делать. Мы должны сказать, что да, у меня там есть девушка. Всё, все взрослые, все понимают, что там у кого-то что-то есть, да, парень, допустим. Если хотите, стабдите их средствами, не знаю, там, контрацептивами какими-то, да, ну то есть, но ни в коем случае не обсуждать, как тебе там с ним было, какое там у него или у неё что-то. Это абсолютно недопустимо. И вот часто бывает такая история, что одинокие молодые мамы со своей подружкой-дочерью начинают обсуждать ухажёров. И тут тоже получается, что дочка-то, она не в позиции подружки, а ей приходится быть тем самым родителем. У мальчиков, у мужчин, это всё вот как раз-таки в ту тему, которую мы уже неоднократно обсуждали, когда парни, уходя на работу, просто становятся заменителем и папы, и мужа, и начинают содержать, да, контейнировать тоже эмоции. Ещё хуже, когда сыновья начинают мам баловаться, да, вот это прям классическая история, когда ваш сын становится вам папой, когда он начинает вам давить подарочки, неожиданно. Ой, как это прекрасно, правда? Это просто великолепно, сын подарил подарочек. Но при этом у кого-то психологические процессы, они говорят немножко о другом. В общем, мы психологи такие иногда противные, вам сейчас тоже может показаться, что, блин, ну вот просто взяли и порвали все материнско-детские отношения. На самом деле нет. Намного более кайфовая жизнь начинает получаться тогда, когда каждый на своём месте, когда каждый играет свою роль. И у тебя прожительные законы иерархии. Дело в том, что иерархия работает только сверху вниз. Это надо запомнить. Снизу вверх иерархия работать не может. Только старшие должны давать более младшим, вот эти средние должны давать ещё более младшим и так далее. Младший старшему давать никогда ничего не должен. Закон бытия и вот это вот решение всех проблем, которые я сейчас очертила, оно на самом деле кроется в очень простой вещи. Ещё раз повторю. Каждый должен занимать своё место и каждый должен заниматься своим делом. Если вы мама, то вы должны быть мамой. Мама создана для чего? Для того, чтобы любить, безоценночно принимать, обнимать и прочие дела. Сейчас я подниму другую тему. Это вообще уход в другую вселенную. Есть наука такая, геронтология, да, изучает людей зрелого возраста и все процессы психологические, которые, ну, медицинские тоже, которые там происходят уже в зрелом или старшем возрасте. Так вот, дело в том, что старикам крайне необходимо чувствовать себя нужными. Мама – это история, когда ты можешь прийти, положиться, побыть маленькой рядом с этой мамой, реально дать маме побыть мамой, а тебе побыть там ребёнком, дочерью или сыном. Мама должна поддержать, мама должна облюбить, мама должна дать тепло, мама должна позаботиться, а не так, что ты приходишь, ты начинаешь донянчивать свою маму. Так не работает. Это нарушает элементарные законы бытия. Зачем? А потом отсюда старики чувствуют себя ненужными или чувствуют себя обузами или как-нибудь ещё в этом роде. Поэтому, когда я говорю про парентификацию, когда я говорю про то, что дети становятся родителями, своим родителям, это не то, что давайте все в тех бросим и всё. Нет, это наоборот. Давайте поймём, что дети – это дети. Дети созданы для того, чтобы любить. Да? Вот любитель у друга на своих местах. То есть родитель любит своего взрослого ребёнка, как родитель. Он может принять, посоветовать, опять же, позаботиться, дать совет и почувствовать себя в этом нужном. То есть я чувствую, что моя мудрость, накопленный мой жизненный опыт, он нужен моему ребёнку. Я тут давечу услышала одну фразу. Одна мадам такая просветлённая, она говорит о том, что просветлённая в хорошем смысле. Она говорит, я знаю, что я обожаю своего сына бесконечно. Я готова быть ему нужной хоть 200 лет, но только чтобы быть ему нужной. Понимаете? Это не говорит о том, что там она будет его содержать, спонсировать, направлять, истерить, и манипулировать. Это говорит о том, что она будет всегда со спростёртыми объятиями принимать своего сына и быть ему мамой. Быть ему мамой. Не подружкой, не другом, не супругой, не кем-то ещё, а мамой. Поэтому эта история очень большая. И для девчонок огромное количество девушек ходят на консультации психологом и не понимают, когда им говоришь, что ты должна перестать быть мамой своей мамы. Они сначала этого не понимают. То есть, когда ты им сначала это говоришь, они как бы в шоке, они как это, это вообще о чём, это что делать-то надо, рецепт можно дать. А на самом деле, рецепт очень простой. Всё очень, на самом деле, предельно просто. Дай родителям решать их проблемы самим. Да, то есть, если ты там ещё где-то тебе там 20-25, и они у тебя ещё молоды, просто дай им решать за их проблемы самостоятельно. Не надо лезть и причинять им добро, причинять им вот эти вот там, не знаю, финансовые плюшки, причинять им, так, давайте я сейчас приду, всё быстренько за вас порешаю, какие вам обои купить, куда вам переехать, какой вам дом купить, квартиру взять, ипотеку не взять и всё прочее. Пусть они сами подумают. Они родители, они родоначальники, они этот род начали. Пусть они его и продолжают. А твоя задача продолжать твой род. Твоя задача заботиться о твоих детях. И поэтому, как только вы убираете свой носик или свои пальчики из жизни своих родителей, когда вы перестаёте им советовать, когда вы просто начинаете брать их любовь и заботу им давать, да, то есть детскую, нормальную заботу. Не вот эта вот история, я пришла и всё для вас сделала. Нужно? Помоги. Конечно, это нормально. Нужно? Помоги. Естественно, поддержи. Но не то, чтобы прям вот всё за них, все тучи над ними отгонять. В общем, я куда-то разошлась, но я надеюсь, мысль понятна. Итак, ещё раз. Значит, психологически парантификация случается тогда, когда маленькому ребёнку, чаще всего предпубертатного возраста, приходится впервые контейнировать эмоции родителя. Эмоции родителя связаны совсем не с детскими делами, а со взрослыми делами. И тогда уже ребёнок просто включается в эту взрослую жизнь, ему приходится либо просто полчат удерживать, либо прям включаться и давать советы и что-то там для родителя делать. Очень часто вот эта история, когда родители ещё и на работу берут свои детишки, не давая им, собственно, почувствовать детство. Окей, раз в месяц-то там из любопытства появляться, полюбопытничать ещё ладно, но когда это на постоянную основу и тоже превращается в работу. На жизненном законе, то есть на законах нашей жизни это законы иерархии. От младших к старшим не движется, движется только от старших к младшим. Поэтому пытаться разворачивать русло реки не в то, куда надо, а направление, это, в общем, сезифов труд, который не приведёт никого никуда. Поэтому всем желаю любить друг друга, занимать свои места и играть, качественно играть в свои роли, отведённые вам для этого, особенно в семейной иерархии. Не надо её нарушать, не меняйтесь местами, с родителями. Видите, сколько интересных много феноменов можно найти всего лишь в одном-то семейном, в общем-то, окружении. Вот. Делитесь мнениями. Всех призываю подумать над своими людьми. И мы на связи. Бай-бай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!